Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Развитие смогут получать льготы по налогам и страховым взносам. Ожидается, что в результате создания ТАСЭР в Вятских полянах ежегодный прирост объема инвестиций составит не менее 5%. Увеличатся налоговые поступления в бюджет с миллиона рублей в 2018 году до 6,5 миллионов в 2027. Также планируется трудоустройство бывших сотрудников Молота на новые рабочие места. Их должно быть создано более 500. Программа Экономика. Завод 1 мая будет сотрудничать со странами СНГ. Об этом заявил исполняющий обязанности зампреда правительства Максим Кочетков. По его словам, сейчас завод обеспечен заказами. Подписан контракт с РЖД на изготовление в этом году 20 изделий и еще 20 в следующем. Планируется сотрудничество со странами СНГ, Белоруссии, Казахстаном, Узбекистаном по вопросам поставки изделий для нужд железной дороги. Кировское предприятие столкнулось с трудностями несколько лет назад, когда после кризиса 2008-го сильно сократились объемы закупок заводской техники. В 2014 и 2015 предприятие получило убытки, а в январе 2016 года была введена процедура внешнего управления. Общая кредиторская задолженность составляла более 600 миллионов рублей. Сейчас производство возобновлено, на нем задействовано около 750 специалистов. До конца года планируется увеличить штат до 1000 человек. Лесная сфера принесла региону 15% доходов дополнительно за 7 месяцев. Этого года объем собственных доходов областного бюджета превысил 16 миллиардов рублей. Рост 14,5%. В основном он обеспечен поступлениями платы за использование лесов. По данным Минфина, основная часть доходов области – это налоги 95%. Их поступления увеличились почти на миллиард, то есть на 7%. На 20% больше собрана налога на прибыль организации, транспортного и налога на имущество организации. При этом отмечено снижение доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты. Это связано с изменением федерального законодательства. Вместо 88% в местные бюджеты поступает только 62%. За год сокращение составило более 400 миллионов рублей. И о валютах. Доллар сегодня 60-19, евро 70 рублей 75 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.